Знаете, шестая серия телевизоров LG это компромисс между ценой и функциональностью. Восьмая серия и выше это слишком дорогие телевизоры с функциями, которыми не все будут пользоваться. А вот седьмая, седьмая это круто, потому что здесь оптимальный набор технических характеристик и полезных функций. Сегодня смотрим на седьмую серию. Вся седьмая серия телевизоров LG 2017 года состоит из двух моделей, UJ740 и UJ750. Отличий немного, 740 может быть в диагоналях 43, 49 и 55 дюймов, 750 плюс еще и 65 дюймов и у нее какие-то есть дополнительные возможности обработки изображения. Главные особенности седьмой серии это, во-первых, экраны с разрешением Ultra HD, а во-вторых, это IPS-экраны. То есть отличные углы обзора, вот кстати показывают. Если вы сидите не только прямо перед телевизором, а и сбоку, то изображение не меняется. Третье, это локальная подсветка матрицы в сочетании с активным HDR по стандарту Dolby Vision. Напомню еще раз, HDR это аббревиатура от High Dynamic Range, что переводится как высокий динамический диапазон, когда темные цвета становятся темнее, а светлые светлее. За счет этого изображение становится более рельефным и насыщенным. А Dolby Vision это одна из технологий HDR обработки видео. Давайте посмотрим на телек, это модель UJ750 диагональю 55 дюймов, самая предтоповая модель. Почему не топовая? Потому что топовая это 65 дюймов. Выглядит телек офигенно. Узкие металлические рамки вокруг экрана, опирается на увесистую надежную металлическую подставку, и сам он толщиной где-то в мои полпальца. А в моделях 740 линейки используется подставка в виде двух пар ножек. Сбоку два разъема HDMI, один USB и слот CI для декодера. Сзади еще пара разъемов HDMI и один USB, сетевой порт, выходы на антенны, компонентный видеовход и оптический аудиовыход. Замечаний почти нет, но при креплении на стену сетевой кабель будет сильно заламываться. Или не будет, потому что в телевизоре установлен скоростной Wi-Fi модуль, так что причин использовать еще один провод я совсем не вижу. А если хотите подключить беспроводную клавиатуру, есть Bluetooth. Тюнер поддерживает все актуальные форматы DVB-T2, DVB-C и S2, так что телек будет работать хоть со спутником, хоть с кабелем, хоть с чем хотите. Ну и с YouTube и интернет-телевидением телек будет работать хорошо, потому что все телевизоры LG 7 серии это смарт-TV телевизоры. То есть здесь есть операционная система, называется она WebBoss серии 3.5. Есть удобное настраиваемое под себя меню и магазин с приложениями. Нужные можно установить, ненужные удалить. Понравилось меню с быстрыми настройками, появляется нажатием на кнопку с шестеренкой на пульте. Элементы меню смещены к краю экрана, вы не пропустите что-то важное, когда подстраиваете что-то во время просмотра. Никуда не делся и браузер, который работает шустро. С Bluetooth-клавиатурой вполне удобно писать короткие посты, твитить или комментировать. Это самый крутой пульт, который я видел, потому что с помощью него можно управлять меню как мышкой. Плюс здесь есть очень классный скролл, для того чтобы скроллить программы, передачи, приложения и так далее. И он же кнопка, чтобы выбирать. Это очень удобно. Что еще вам рассказать? Звук. Встроенная система имеет два динамика общей мощностью по 20 ватт. Плюс есть встроенная система обработки звука, называется Ultra Surround. Если вам этого мало, без проблем подключайте свою аудиосистему. Как уже говорилось, все разъемы здесь есть, пользуйтесь. Стоит такой телевизор примерно 1100 долларов. И это я сейчас говорю и про эту модель, и про модель 740. Они мало чем отличаются, поэтому цена тоже примерно одинаковая. Да, она конечно не очень маленькая, но вполне оправданная. Можно немного сэкономить, если у вас небольшая комната, взять 43 дюйма в комнату. Но намного круче добавить и взять 55, потому что ощущение, как будто ты и дома, и в кинотеатре одновременно. Что еще вам рассказать? Что еще вам рассказать? Здесь стоит пару динамиков общей мощностью, очень мощностью и очень мощная. Так. Мощный басяк! Мощный! Мощный басяк! Мощный басяк! Мощный басяк! Мощный басяк! Мощный басяк! Мощный басяк! Продолжение следует...